6 класс, 16 серия. Решение задач. Задача первая. Какой цифрой оканчивается значение разности? Уменьшаемое представлено в виде произведения и вычитаемое в виде произведения. Надо сначала найти последнюю цифру уменьшаемого, а затем последнюю цифру вычитаемого. Так, если среди множителей есть четное число и число кратное 5, значит последняя цифра 0. Так, теперь давайте посмотрим на вычитаемое. Если 6 умножить на 7 будет 42, последняя цифра 2. 2 умножить на 8. Последняя цифра 6. 6 умножить на 9. Последняя цифра 4. Итак, последняя цифра уменьшаемого 0, вычитаемого 4. Значит, последняя цифра у значения разности 6. Ответ 6. То есть, задача вторая. Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 2, 3, если цифры в записи числа не могут повторяться? На первом месте в разряде сотен можно записать 1, 2 или 3. 0 писать нельзя. То есть, 3 возможности для записи первой цифры. Допустим, выбрали какую-то цифру. Значит, ее на втором месте уже писать нельзя. Но можно 0. Значит, здесь будет тоже 3 возможности. Так, и в разряде единиц можно будет записать одну из двух оставшихся. Потому что нельзя записывать те цифры, которые уже записаны на первом и втором месте. Значит, из четырех цифр останется 2. Значит, 2 возможности. Перемножая возможности постановки каждой цифры, получаем ответ 18 таких трехзначных чисел. Задача третья. Пять чисел относятся между собой как 1 к 3, к 5, к 6, к 8. Найдите меньшее число, если разность между пятым и третьим равна 30. Так, обозначим меньшее за х, затем 3х, 5х, 6х, 8х. Разность между пятым и третьим равна 30. Значит, 3х – это 30, х равен 10, х – это меньшее число. Ответ 10. Задача четвертая. Щука весит 3 кг и еще четверть собственного веса. Сколько весит щука? Обозначим вес щуки за х. Значит, она весит 3 кг и еще 1 четвертую часть от х. Решая уравнение, находим значение х. То есть, 3 четверти от х – это 3 кг. Значит, 3 надо разделить на 3 четверти и получится 4. Щука весит 4 кг. Задача пятая. В пустые клетки надо записать числа от 1 до 6 включительно так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом выделенном прямоугольнике 2х3 числа не повторялись. Ну, давайте попробуем расставить. Итак, числа от 1 до 6. Каждое число должно присутствовать в каждой строке, в каждом столбце и в каждом прямоугольнике 2х3. Вот это в выделенных прямоугольниках тоже должны присутствовать числа от 1 до 6 включительно. Так, ну, давайте попробуем расставить. Обратите, пожалуйста, внимание на прямоугольник, который справа наверху. Единица присутствует в этой строке. Значит, единицу вот в этих клетках писать нельзя. Единица будет записана в верхней строке. Но в этом столбике ее писать нельзя, потому что в этом столбце единица уже есть. Значит, единицу надо записать вот здесь. Так, сейчас единица есть в правом столбце и вот в этом столбце. Так, значит, в правом столбце, во втором справа единица будет вот в этой клетке. Потому что в этом прямоугольнике она уже есть. Здесь единица уже есть. Значит, ее мы записываем в нижнем правом. Так, давайте посмотрим, где будут находиться единицы в левых прямоугольниках. В этом столбце единица есть. Значит, в этом прямоугольнике, посмотрите, пожалуйста, здесь единицу писать нельзя. И здесь тоже нельзя, потому что она есть в строчке. Остается единственное свободное место для единицы вот здесь. Так, ну а теперь во второй строке надо подумать, где будет единица. Здесь ее нельзя, потому что в этой строчке единица уже есть. Значит, она будет вот здесь. Так, все шесть единиц уже на местах. Вот таким образом разгадываются эти головоломки. Можно расставить затем двойки, тройки и так далее. Так, и задание будет выполнено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...